Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Все мы понимаем, что качество уличной дорожной сети сегодня играет ключевую роль. Это лицо города и первое впечатление гостей Самары. Не секрет, что состояние дорог напрямую влияет на безопасность и, что не менее, важно настроение самарцев. От этого зависит здоровье горожан, наша работоспособность, ну и, конечно, благополучие. Участие в национальном проекте безопасной и качественной автомобильной дороги позволит существенно повысить качество жизни горожан. В Самаре работа по национальному проекту безопасной и качественной автомобильной дороги находится в активной фазе, а по некоторым объектам ремонт выходит на финишную прямую. На эту тему сегодня я говорю с Шамилем Талгатовичем Холиуловым, директором муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара. Дорожное хозяйство, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, давайте мы с вами побеседуем. Национальный проект качественной и безопасной автомобильной дороги. А как вообще Самара стала его частью? В целях реализации майских указов президента был разработан национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Самара стала участником данного национального проекта. В рамках национального проекта подависмотрен большой перечень мероприятий, которые необходимо выполнить в целях повышения уровня безопасности, удовлетворенности жителей нашего города уличной дорожной сетью. Ну вот все-таки вопрос сейчас с вам может быть не как чиновнику, а как жителю города. Вот действительно ли у нас в Самаре настолько так все серьезно, что даже пришел национальный проект в наш город? Вот ваше личное мнение. Национальный проект планирует выполнить работы на территории всей Российской Федерации, в том числе в столице нашей губернии. В рамках данного проекта планируется ряд мероприятий по ремонту уличной дорожной сети, по ремонту картами свыше 100 метров погонных, по ремонту объектов по контракту жизненного цикла. Это когда работы выполняются по ремонту подрядной организации. Далее эта же подрядная организация осуществляет содержание объектов зимний и летний период, что позволит повысить как качество выполненных первоначальных работ, так и элемент содержания, когда подрядчик достаточно тщательно убирает то, что ранее выполнялось в рамках ремонта. Шабель Толгатович, ну чтобы было понятно, все мы понимаем, что есть магистрали центральные, как вот у нас Московское шоссе, улица Новосадовая и так далее, сейчас я не буду перечислять. Есть придворовые территории, есть так называемые карманы, есть дороги вдоль домов. Скажите, пожалуйста, вот в рамках все-таки этого проекта что будет ремонтироваться? Все или вот какие-то определенные части дорог? Расскажите, чтобы это было все-таки понятно. Чего ожидать? Ну, можно говорить о том, что город Самара в этом году получил финансирование из бюджета в размере 1 миллиарда рублей, плюс софинансирование городского округа Самара чуть более 100 миллионов рублей, то есть в общем на ремонт дорог городского округа Самара в текущем году 1,1 миллиарда рублей, что позволит в текущем году отремонтировать автомобильные дороги городского округа Самара на площади, скажем так, более 50 километров протяженностью. Так вы все-таки не ответили. Это какие дороги будут ремонтироваться? Речь идет именно об автомобильных дорогах, дорогах городского округа Самара. То есть речь идет именно не о внутриквартальных проездах, которые тоже, безусловно, в текущем году ремонтируются, но в рамках немного других средств. То есть речь идет именно об автомобильных дорогах, по которым учитывается движение автомобилей общественного транспорта. Вот вы все-таки назвали такую серьезную цифру. Вам, человеку, сталкивающему, который работает, тем не менее, с бюджетом, это много ли, мало ли? Это достаточно большая протяженность. По приведению в нормативное состояние работа достаточно большая предстоит и уже выполнена в текущем году. То есть мы уже сейчас видим, что работы выполняются на большом количестве. Я думаю, что граждане нашего города тоже заметили тот объем работы, который уже на сегодняшний день выполнен. Если говорить о том, что выполнена работа по ремонту картами, то это свыше 90% уже, я думаю, что жители нашего города в разных краинах успели заметить тот объем работы, который уже проведен. Если говорить о объектах, контрактах жизненного цикла, в формах которого в текущем году присмотрен ремонт двух объектов. Это у нас улица Победы, которая тоже достаточно важная для жителей Кировского района. Так и ремонт улиц Старозагор. Хорошо. Нацпроект «Безопасные качественные автомобильные дороги». Вот на какой срок рассчитана реализация? Я так понимаю, что все равно город-то выделяет средства на его финансирование? Безусловно. В рамках реализации мероприятия предусмотрено софинансирование города-участника и сама рука соответствует этим критериям. В текущем году, как я уже говорил, запланирован ремонт более 50 километров дорог с учетом проведения как ремонта картами, так и в рамках контракта жизненного цикла, к которому еще вернемся чуть позднее. Давайте поговорим все-таки о проекте. Вот на что в первую очередь он рассчитан? Ведь недаром он называется «Безопасные качественные дороги». Вот как изменится Самара в ходе реализации этого проекта? И какие изменения почувствуют уже наши горожане, к примеру, к концу уже года? Давайте начнем немного сначала. При формировании объектов, которые подлежали ремонту в текущем году, естественно, ориентировались на мнение жителей нашего города. На карту убитых дорог, на мнение органов ГИБДД, естественно, на те обращения, которые поступали от жителей нашего города. Это же сейчас приоритет. То есть мы понимаем, что где есть точки какие-то напряжения, это важно для жителей, необходимо в первую часть реагировать на данные места. То есть план работы формировался именно с учетом мнения жителей нашего города. Ну и хорошо. А дальше как он начинал реализовываться? Ну, в текущем году были проведены торги на право выполнения работ. Подрядные организации приступили к выполнению мероприятий по ремонту. Сейчас уже можно говорить о том, что ремонт картами выполнен более чем на 90%. Выполняются работы по ремонту дорог, восьми дорог около Карымской площади. И работы по комплексному ремонту в рамках контракта жизненного цикла также выполняются, в общем-то, в достаточно большом объеме. Ну, а какие все-таки болевые точки на дорожной карте города будет направлено особое внимание? Вот я прошу вас сейчас привести примеры. Ну, можно говорить в первую очередь, если говорить просто о ремонте уличной дорожной сети, то выполняются работы в совершенно разных наших районах, во всех девяти районах нашего города, там, где поступали обращения граждан и так далее. Если говорить о центре города, о том, где выполняются работы в рамках комплексного ремонта, можно говорить, что это улица Урицкая, Ваксаковская, Мечникова, Малурицкая, Карла Марса, Ткачевская, Пензенская. Это улицы, прилегающие к Крымской площади, которая также будет отремонтирована в этом году. Скажите, вот ваш департамент работает все-таки с обращениями граждан. Кому больше вы прислушались? К людям, которые просто ходят, передвигаются, либо все-таки к автомобилистам? И какие вот все-таки критерии вы учитывали при направлении сил на ремонт вот именно конкретной адресной помощи? Учитываются мнения всяких жителей. Естественно, приоритет отдается тем участкам уличной дорожной сети, где осуществляется интенсивное движение общественного транспорта в первую очередь. Этим участкам отдается приоритет. При ремонте тротуаров также мы обращаем внимание на обращения жителей. Там, где присутствуют обоснованные обращения в большом количестве, то есть мы тоже с этого участка ставим приоритет. Естественно, учитывается наличие в близости образовательных учреждений, медицинских и так далее. Хорошо. По каким показателям будет оцениваться эффективность реализации национального проекта? Наверняка будет создана или уже создана и работает определенная комиссия? Ну, критерии работы программы вообще, и в частности в Самаре, они, наверное, определены. И это можно говорить о нескольких критериях. Это, во-первых, повышение доли протяженности автомобильных дорог, которые находятся в нормативном состоянии. То есть можно говорить о том, что уровень протяженности автомобиля, который находится в надлежащем состоянии, он ежегодно должен повышаться и к 2024 году достичь 80%. В текущем году мы планируем, что процент нормативной дороги достигнет 46-47%. А как сейчас вообще, вот в ходе реализации национального проекта, вы как руководитель оцениваете в принципе состояние самарских дорог? Вот вы лично, я уверена, вы автолюбитель, как оцениваете, какую бы оценку поставили? Что нравится, что не нравится, где довольны? Ну, работа ведется комплексная, работа ведется достаточно давно. И есть уже определенный опыт в ремонте, в комплексном ремонте автомобилей дорог, когда по итогам проводимых ранее работ обобщались мнения жителей нашего города, которые учитывали необходимость того или иного мероприятия, важность, нужность его именно для жителей как таковых. То есть если говорить о том, что в рамках комплексного ремонта выполняются мероприятия по ремонту тротуаров, как мы это называем, фасад до фасада, это когда ремонтируется полностью вся улица. Выполняется ремонт проезжей части с заменой бортового камня, ремонт тротуаров, использование тактильной плитки, устройство пандусов для того, чтобы удобно передвигаться былым, а мы с колясками и инвалидом, новые дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, пешеходные ограждения и так далее. То есть мы учитываем мнение и пешеходов, и автомобилистов. Хорошо. Как контролируется качество работ, проведенных в ходе реализации национального проекта? Данный момент достаточно важен, так как мы работу эту делаем для людей, для жителей нашего города. В первую очередь при приемке, так же как и при первоначальном планировании, отдается мнению жителей. При приемке работ привлекаются представители Общероссийского народного фронта, представители администрации внутригородских районов, председатели ТОС, жители. То есть мы привлекаем это абсолютно открыто. Мы приглашаем представителей органов ГИБДД, департамент транспорта, для того, чтобы при приемке работ было понимание, что все пожелания выполнены, что все выполнено надлежащим качеством, и всех выполнена работа устраивает. Ну, здесь вы имеете в виду, конечно, и общественная организация, и горожане участвуют в контроле результата? Безусловно. Мы делаем эту работу для граждан нашего города, она должна устраивать в первую очередь их. Хорошо. Кроме работ по ремонту дорог, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Насколько предусмотрена работа по благоустройству, по разметке и так далее? Ну, в текущем году выполняется работа в рамках контрактов жизненного цикла. Давайте остановимся, может быть, на этом чуть подробнее. Это пилотный проект. Такое происходит у нас впервые. То есть это когда работы по ремонту дороги выполняются подрядчиком, и далее подрядчик на протяжении таких лет содержит данную дорогу самостоятельно, то есть без привлечения подряд организации, которые это выполняют в городском округе Самары МП благоустройства. То есть он будет очищать ее в зимний период от снега, очищать в весенние и в осенние от листвы, поливать тротуары и так далее. То есть весь цикл и ремонт, и содержание находятся в одних руках. Это на какой промежуток времени? Это на срок выполнения работ, то есть на три года запланировано данное мероприятие. При этом срок гарантийного срока остается прежним и составляет пять лет. Спасибо. Вот у нас как раз на эту тему есть сюжет. Моя коллега Мэрия Елчан, и я предлагаю его посмотреть. Когда переход станет более безопасным? На этот вопрос, который тревожил жителей по улице Лесная, поселка Береза, теперь есть ответ. Здесь, наконец, установили светофор. Это место уже не первый год является очагом аварийности. Как говорят местные жители, для водителей на этом участке дороги правила не писаны. Машины набирают приличную скорость и не всегда останавливаются. Светофор был необходим. Вы знаете, у нас очень многое расположение территории такое, что дети входят с первого, с третьего, с четвертого квартала. И здесь у нас проезжая часть очень интенсивная. Машин очень много. Это объект школьного учреждения. Здесь у нас есть пешеходный переход, который будет оборудован светофорным объектом, который работает на солнечной электростанции, то есть работает автономно и не требует подключения к сети 220. Это очень удобно тем, что не приходится тянуть питание в местах, где его нет. Если нет солнечных дней, запаса мощности автономного комплекса хватает на неделю. Кроме того, такому светофору достаточно и просто светлого времени суток, чтобы подпитаться энергией. Более безопасным с точки зрения дорожного движения стал и поселок Мехзавод. Здесь у 156-й школы также установили дорожные знаки и светофор Т-7. Его применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. На этой неделе специальные светофоры Т-7 устанавливались в Красноглинском районе. Всего возле школ здесь планируется оборудовать 8 пешеходных переходов. 4 объекта уже запущены, остальные в работе. В первую очередь эти светофоры помогут обеспечить безопасность пешеходов. Они работают на светодиодных лампах. Их видно в любое время суток и при любой погоде. Для того, чтобы привести в порядок пешеходные переходы, бюджетом Самары на этот год выделено 80 миллионов рублей. Все это благодаря муниципальной программе повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара, рассчитанной до 2020 года. Эта программа направлена и на решение проблем в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Места, где необходимо светофорное регулирование, определялись по анализу аварийности за прошлый год. Таких очагов выявлено порядка полусотни. Во всех местах работы, обеспечивающие безопасность движения, будут выполнены. В частности, возле детских учебных заведений появится свыше 20 светофоров. В рамках заключенного контракта светофорный объект не просто светофоры, висящие на столбе, это комплекс мероприятия. То есть он включает в себя как сами светофорные объекты, так и установка дорожных знаков, установка дорожных ограждений в соответствии с ГОСТа. Это получается по 50 метров в каждую сторону от светофора. И нанесение линий дорожной разметки. По Самаре будет установлено 35 новых светофорных комплексов. Работы выполнены на третье объектов. К началу сентября установка светофоров и других средств организации движения возле школ будет завершена. С остальным объемом, предусмотренным контрактом, справится до окончания строительного сезона. Я думаю, что есть что добавить, да, Шамиль Толготович? Безусловно, к ранее показанному репортажу, думаю, что необходимо отметить, что в текущем году в рамках той же программы «Безопасные и качественные дороги» предусмотрен комплексный подход к выполнению мероприятий. В этом году около 32 образовательных учреждений будет выполнена установка средств организации дорожного движения, что позволит безопасность повысить достаточно серьезно, так как дети – это наши цветы, цветы жизни, и о них нужно заботиться. Это 32 школы, если говорить в общем о том, что запланировано в рамках проекта, в текущем году – это нанесение 66 тысяч метров квадратных дорожной разметки, установка 730 дорожных знаков и со 36 светофоров. Работы ведутся достаточно быстро, то есть выполняются работы, естественно, все должны успеть к началу учебного года. Но, тем не менее, хочется поговорить и спросить вас про технологии. Национальный проект наверняка предусматривает какие-то новые веяния, новые вещи, новые материалы, новые технологии. Вот по той же разметке. Не будет ли она так скоро стираться? И дорожное покрытие будет оставаться дольше новым и качественным, и самое главное – безопасным? Ну, данный как раз проект рассчитан на то, чтобы внести в работу подрядных организаций и заказчиков новые технологии, чтобы повысить срок службы, гарантийный срок для того, чтобы в перспективе направленные на ремонт средства работали более эффективно и дороги служили дольше. Если говорить о показателях данного проекта, то там предусмотрены ряд показателей. Это доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в надлежащем состоянии. Это снижение мест концентрации ДТП в перспективе, снижение более чем в два раза. То есть это тоже именно показатель, по которым будет оцениваться эффективность выполнения мероприятий и вложенных средств. Также, естественно, будет оцениваться доля тех инновационных и новейших технологий, которые будут применяться при ремонте. На это делается особый упор, то есть в перспективе, что приведет к снижению средств, направляемых на ремонт. И вместе с тем достаточно важное внимание уделяется тем самым контрактам жизненного цикла, что позволит выполнять работу наиболее качественно и не привлекая дополнительные бюджетные средства вдали на ремонт, чтобы подрядчику было выгодно изначально качественно, хорошо, надолго выполнить работу, чтобы потом при содержании, которое он будет осуществлять, не выполнять этот самый гарантийный ремонт и нести свои дополнительные внутренние затраты. Ну, понятное дело, что круг подрядчиков может быть не один и тот же, конечно, но тем не менее это круг организаций, с которыми работаете периодично. Вот в национальный проект будут какие-то новые подрядные организации, либо уже старые будут обучаться по новым технологиям? Ну, мы все движемся вперед, мир движется вперед большими-большими-большими рывками, поэтому те подрядные организации, которые привыкли работать по-старому и не хотят видеть что-то новое, ну, они, значит, будут отсеиваться по результатам торгов и уходить в прошлое. Спасибо. Мы ранее с вами в программе говорили, что очень активную позицию занимают жители нашего города и общественные организации. А вот есть ли онлайн-ресурсы, да, не секрет, что мы сейчас живем в век информационных технологий, на которых можно найти информацию о ходе реализации даже этого проекта и как-то поучаствовать в интернете? Ну, программа, естественно, представлена в сети интернет, она называется БКД РФ, и там отражены в сети интернет. БКД РФ, она так и называется, я думаю, что при поиске она будет найдена достаточно быстро и выскочит в первых ссылках. На сайте представлены все этапы реализации мероприятия, отчеты по ней, фото и видеоматериалы, на которых можно ознакомиться с этапами реализации, опять не только в Самаре и Самарской области, но и на территории всей Российской Федерации. Хочу отметить важность программы вообще, потому что вот в рамках данной программы власть поворачивается лицом к людям и учитывает мнение граждан, жителей нашего города, общественных организаций. То есть работа выполняется не ради работы каким-то образом, она выполняется именно во имя тех людей, для которых она есть. То есть если говорить о качестве выполненных работ, о приемке выполненных работ, то при первичной приемке осуществляется надзор за выполнением работ при подготовительных работах, надзор за качеством бетонной смеси, применяемых щебеночных материалов и так далее. При выполнении по укладке присутствуют также и в круглосуточном режиме присутствуют кураторы. То есть вы хотите сказать, что человек или несколько экспертов присутствуют постоянно на площадке и круглосуточно отслеживают весь процесс? Безусловно, мы отслеживаем процесс в круглосуточном режиме, нет понятия день, ночь, солнце. Работы ведутся как и в круглосуточном режиме и органы, которые присматривают сотрудники МВУ дорожных хозяйств, также присутствуют в круглосуточном режиме на объектах, на которых выполняются ремонтные работы. Температура асфальтобетонной смеси, подготовленность основания, наличие надлежащего качества бетона, все контролируется и принимается установленным порядком. После выполнения работ перед этапом приемки выполняется кернение асфальтобетонного покрытия, уже подготовленного в полном объеме, направляются в лабораторию для принятия решения, соответствует ли асфальтобетонной смеси тем критериям... Извлечение, да, кусочка? Да, керны, так называемые, которые направляются в лабораторию для того, чтобы определить, соответствует данная смесь надлежащим ли областям, она уплотнена, соответствует ли рецептуру применяемого асфальта тем критериям, которые есть в муниципальном контракте. И только по результатам этого совместно с общественниками принимается решение, что данный век соответствует или нет. Потому что у общественников могут быть несколько другая точка зрения, как у обывателей, неже у технических специалистов. Их интересует ровность покрытия, их интересует, вот, чтобы был пандус удобный для них в первую очередь. Может быть, это не совпадает с точкой зрения органов ГИБДД на безопасность. Иногда жителям хочется пройти где покороче, а не там, где безопаснее. То есть в этом случае происходит объяснение, что есть некоторые нюансы, вот, нужно учитывать... То есть все-таки ведет идеолог, да? Это в первую очередь для вас, для сохранения жителей, для сохранения жизни людей, да, этот момент присутствует. То есть речь часто заходит о переносе основания общественного транспорта, изначально может заходить, и о переносе знаков, светофоров. То есть работа, на самом деле, большая, комплексная, ее не всегда видно на первоначальном этапе, когда все это изначально планируется, раскладывается, наносится на схемы и так далее. Но зато в дальнейшем мы, вот, в результате этой совместной работы с общественниками, получаем результат, которого, наверное, ждут все жители нашего города. Приходите к единому знаменателю. Безусловно, стараемся. Вот, а большой ли список объектов, которые уже сделаны в этом году? И, пожалуйста, скажите, будет ли дальше программа продолжена? Безусловно, программа у нас рассчитана на несколько лет, она до 2024 года. Если говорить о ежегодных показателях, которые предусмотрены в рамках программы безопасной и качественной автомобильной дороги, то это порядка 50 километров ежегодно приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. В текущем году, если говорить о ремонте картами, то уже выполнено более 45 объектов. Если говорить о объектах жизненного цикла, которых у нас два, я хотел бы подробнее остановиться на этом. Это у нас ремонт улицы Старозагоры. В общем, в течение ближайших трех лет по улице Старозагоры планируется выполнить ремонт ее от улицы Советской Армии до улицы Ташкентской. В текущем году выполняется мероприятие на участке от Советской Армии до Нового вокзальной. Уже выполнено фрезерование по рейджи, ведутся работы по ремонту тротуаров. Если говорить о ремонте Победы, то ремонт Победы выполнен более чем на 70%. Это участок текущего года. Это участок от улицы Елизарова до проспекта Кирова. В следующем году работа планируется продолжить. Будет ремонт улицы Победы от проспекта Кирова до улицы Гагарина. То есть улица Победы будет охвачена вся. Мы с вами знаем, что улица Победы, так же как и улица Гагарина, достаточно важная магистраль для жителей нашего города. По ней приезжает большое количество как личного, так и общественного транспорта. Ну что же, спасибо вам большое за ценную информацию, о которой пришли сегодня с нами, поделились. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, уважаемые телезрители. Ну и конечно же, хочется обратиться и пожелать, так же быть активными участниками этого национального проекта. И так же беречь наши автомобильные дороги, чтобы они были качественные и, конечно, безопасные. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Всего хорошего и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»